Смотрите, большой и нереально вкусный яблочный торт-пирог по-польски, который называется шарлатан. Сегодня с вами мы приготовили. Он не только красивый, но и очень вкусный. Я обязательно хочу показать, как он выглядит на срезе. Ну вот, посмотрите, как выглядит четырехслойный яблочный торт-пирог по-польски. Получается восхитительный пирог, аромат отменный. Все четыре слоя пирога готовятся одновременно. Получается просто, быстро и очень вкусно. Если вам нравятся подробные пошаговые рецепты, вы подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. А я покажу, как мы его готовили. Поехали! Привет! С вами любимый канал Домашняя Кулинария. Подсмотрела на одном из сайтов яблочный пирог по-польски. Называется шарлатан. Получается нереально вкусно. Шарлатка здесь точно отдыхает. Для этого нам понадобится в моей миске сейчас два стакана муки. Стакан 250 граммовый. Здесь 320 граммов муки и 160 граммов холодного сливочного масла. Для начала масло с мукой надо будет превратить в мелкую крошку. Я вот прям ножом нарезаю масло на кубики и буду превращать в мелкую крошку. Ну вот, посмотрите, какую крошку мы превратили в масло с мукой. Сюда добавляем 120 граммов сахара. Все снова перемешиваем. Сюда же добавляем щепотку соли и одну чайную ложку разрыхлителя. И последнее, что мы должны сделать, мы добавляем 3 желтка. Собираем все тесто в комок. Если у вас тесто не собирается в комок, добавьте еще пару столовых ложек ледяной воды. И собираем тесто. Ну а теперь прям руками вот так вот я все собираю. Долго замешивать нельзя, просто надо собрать все ингредиенты в один большой комок. Добавляем холодную воду. Вот такое тесто должно получиться. Заворачиваем пищевую пленку, ставим в холодильник на 30-40 минут. За это время приготовим яблочную начинку. И я покажу, как мы это делаем. Наше тесто в холодильнике мы приготовим яблочный слой нашего пирога. Для этого мы взяли 1 килограмм твердых сортов яблок. Мы должны очистить, удалить сердцевину и нарезать на небольшие кусочки. Ну а после чего я покажу, что мы должны делать с яблоками. Ну а теперь чищенные яблоки мы нарезаем на небольшие кусочки. Нарезанные яблоки я переношу в сковородку. Вот на такие мелкие кусочки я нарезала яблоки. Сюда я добавляю 2 столовые ложки сахара, так как яблоки у меня кислые. Сюда же добавляю ванилин. Вы можете добавить корицу. И так как мы наши яблоки должны будем тушить на газовой плите при закрытой крышке, я добавляю 50 миллилитров воды. Начинка ни в коем случае не должна превратиться в пюре. Будем тушить. В самом конце добавим желе. И перемешивая его до самого растворения, мы выключаем газовую плиту. Желе можно добавить со вкусом лимона, будет тоже очень вкусно. Ну а так как у меня кислые яблоки, я лучше добавлю желе со вкусом яблока. Теперь буду тушить на газовой плите и покажу, как я это делаю. Ну а яблоки мы будем тушить при закрытой крышке до мягкости. Как только яблоки становятся мягкими, мы выключаем газовую плиту. К яблокам добавляем одну пачку желе. У меня со вкусом яблока, можете добавить со вкусом лимона. Получается тоже очень вкусно. Все это перемешиваем до полного растворения желе. После того, как желе полностью растворилось, оставляем начинку остыть и мы переходим к третьему слою. Это у нас кокосовый слой. Теперь приготовим третий слой нашего пирога. Для этого белки, которые мы оставили от нашего теста. Взбиваем с сахаром до твердых пиков. Для этого я белки немного посолю, чтобы они хорошо взбивались. И с постепенным добавлением сахара взбиваем до устойчивых пиков. У меня три белка и 150 граммов сахара. Ну вот, посмотрите, до какого состояния мы взбиваем белки с сахаром. Я убираю миксер. Ну и сюда же я добавляю 150 граммов кокосовой стружки. И просеиваем две столовые ложки кукурузного крахмала. Вот так все просеиваем. И лопаткой вот такими вот осторожными круговыми движениями снизу вверх вмешиваем кокосовые хлопья с крахмалом нашу яично-сахарную смесь. Вот такая снежная масса у нас получилась. Это третий слой нашего пирога. И мы переходим к самому последнему. Это ореховый слой. Теперь мы готовим ореховый слой для нашего пирога. Я взяла три яйца, где должна буду отделить белки от желтков. Я вот так вот отделяю желтки. Вы можете отделять любым способом. Теперь белки надо будет немножко посолить. И взбиваем до устойчивых пиков с постепенным добавлением сахара. У меня полстакана сахара. Это 125 граммов и три белка. Ну вот, посмотрите, до какого состояния мы взбиваем белки с сахаром. А теперь в процессе взбивания по одному добавляем желтки. И продолжаем взбивать. Вот такая вот воздушная яично-сахарная масса у нас получилась. Я убираю миксер. И сюда же добавляем чайную ложку разрыхлителя. Все это мы добавляем с небольшой горкой. Ну а теперь сюда мы просеиваем две столовые ложки муки. Одну столовую ложку манной крупы. Вместо манной крупы можно взять белые панировочные сухари. И все сухие ингредиенты вмешиваем в нашу яичную сахарную смесь. Ну и последнее, что мы должны сделать, это 100 граммов грецких орехов. Надо будет перемолоть. И 100 граммов молотых орехов мы также добавляем в наше тесто. Все это хорошо перемешаем. Наш последний слой тоже готов. И мы переходим собирать наш пирог. Все слои для нашего пирога готовы. И мы начинаем его собирать. Для этого я достаю тесто из холодильника. И начинаю раскатывать размером 25 на 35 сантиметров. Для этого немного подпыляю стол и начинаю раскатывать наше тесто. Всегда, когда раскатываем песочное тесто, получаются вот такие вот неровные кровя. Ну а так как тесто очень податливое, мы прям руками их подровняем. Вот так я раскатала наш песочный пласт и переношу его в нашу кондитерскую форму или на противень размером 25 на 35 сантиметров. Я противень смазала растительным маслом, постелила пекарскую бумагу, но это совсем не обязательно. Так как в нашем рецепте много масла. И пирог в любом случае не прилипает к противнюю. В качестве второго слоя у нас яблоки. Пахнет очень-очень вкусно. Равномерно распределяю яблоки по всему пласту нашего теста. Третьим слоем мы выкладываем кокосовый слой. Ну и последний, это четвертый слой, ореховый слой нашего пирога. Мы равномерно распределяем по всей поверхности кокосового слоя. Ну и вот так равномерно распределяем четвертый слой по поверхности пирога. Ну и последнее, что нам осталось, это ставим в духовку при температуре 170 градусов на 45-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке до готовности. Я обязательно покажу, что у нас получилось. Видите, как выглядит торт-пирог через 50 минут при температуре 170 градусов. Он и так шикарный, очень вкусный, пахнет восхитительно. Можно его посыпать сахарной пудрой, а можно покрыть шоколадной глазурью. А теперь оставим яблочный торт-пирог остыть. За это время я приготовлю шоколадную глазурь и покажу, как я это делаю. Когда остывает наш пирог, мы приготовим шоколадную глазурь в моем сотейнике. Сейчас 80 грамм какао, куда я добавляю 80 граммов сахара. Это 4 столовые ложки сахара и 80 миллилитров воды или молока. Сюда же я добавляю молоко. И ставлю на газовую плиту варить. Можно деревянной ложкой, а можно прям вот так силиконовой лопаткой. Доведем глазурь до первых пузырьков. После чего добавим 20-30 граммов сливочного масла и глазурь будет готова. Как только появляются первые пузырьки, мы добавляем сюда 30 граммов сливочного масла. И отключаем газовую плиту. И наша шоколадная глазурь готова. Пирог остыл, глазурь готова. И мы поливаем глазурью наш пирог. Ну и вот так вот равномерно распределяем глазурь по всей поверхности пирога. Вот такой шикарный яблочный торт-пирог по-польски шарлатан. Сегодня с вами мы приготовили. Я обязательно покажу, как он выглядит на срезе. И я надеюсь, вам понравится наш сегодняшний рецепт. И вы будете его готовить вместе с нами. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить много новых и интересных рецептов. Делитесь рецептами в соцсетях. Всегда ваша, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока!